Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена отчетности, которая должна сдаваться в марте 2023 года. И смотреть мы ее будем с вами сегодня на примере ERP. На этом листе вы видите наши контактные данные, то есть адрес электронной почты, телефон, телеграм-контакты и адрес сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобно время проведения вебинара или вы досмотреть до конца, например, не смогли, то вы можете на сайте немного позже посмотреть в записи. Мы выкладываем записи вебинаров и возможно вы увидите там какую-то еще интересную для вас информацию. Программа сегодняшнего нашего вебинара, сейчас мы ее посмотрим, посвящена именно регламентированным отчетам, которые касаются упрощенцев в этом году. И посмотрим, какие настройки необходимо сделать и какие у нас законодательные изменения произошли. И, ну, собственно, что изменилось по предоставлению, по срокам, по правилам заполнения и так далее. Ну и попутно мы зацепим немножечко дополнительный сервис и отчеты. Как будет построена наша сегодняшняя встреча? Нормативную, если можно так сказать, информацию я буду показывать на слайдах. И мы с вами параллельно будем переключаться на демо-версию ERP. Сейчас я на нее переключусь. Вот. И смотреть то, что я вам озвучила на слайдах, смотреть уже, как делается в программе, так сказать, вживую ручками. Снова возвращаемся к нашим слайдам. И, собственно говоря, начнем мы с того, что у нас в этом году, ну, как бы самые необычные, вызывающие вопросы. То есть в этом году, поскольку произошло много изменений революционных, у нас почти все сроки отчетности и уплаты налогов изменились. Для упрощенцев мы с сроками для определения сроков можем использовать официальный календарь, календарь бухгалтера. Ну и, соответственно, там обозначены даты, когда это необходимо сделать. Если у вас нет такой возможности, то мы сейчас подробно разберемся, от чего это зависит. Ну, во-первых, это зависит от того, юридическое лицо или вы ИП. И, соответственно, если вы ИП, то есть у вас нет наемные работники. Хотим обратить внимание вот на то, что за периоды до 1 января этого года работодатели должны были подать в СФР, то есть Социальный фонд России, форму СЗВТД. А вот уже с начала этого года вместо этой формы отчетов появилась другая форма ЕФС-1. То есть практически она заменяет 4 отчета, которые мы сдавали раньше в Пенсионный фонд и в ФСС. И срок ее подачи в форме ЕФС-1 зависит от того, в отношении какого конкретного кадрового мероприятия она проводится. То есть, например, по старым правилам сведения о приеме, об увольнении, о кадровых перемещениях должны были подаваться на следующий день после проведения кадрового мероприятия. А в новой форме, то есть в форме ЕФС-1, которая заменила СЗВТД, у нас получается, что мы должны сдавать форму в другие сроки. Одно другому не противоречит. То есть, когда у вас происходят какие-то кадровые мероприятия, вы отражаете их в конфигурации и, соответственно, на следующий день сдаете не всю форму ЕФС-1, а только тот раздел, который касается конкретного кадрового мероприятия. Теперь форма, как я уже сказала, ЕФС-1 заменяет СЗВС-1, который подается по кадровым мероприятиям, также заменяет форму СЗВС-1, ДСВ-3 и 4 ФСС. Здесь нужно отметить вот что. Если мы подаем сведения о приеме, об увольнении, то есть заполняем тот раздел, который содержит эти сведения из ЕФС-1, то предоставляются они по прежним правилам на следующий день после проведения кадрового мероприятия. И напомню, что за декабрь 2022 года мы должны были ее сдать уже достаточно давно, 16 января 2023 года. Форма 4 ФСС за квартал мы должны были ее сдать до 20 января, это если вы подаете в бумажном формате и до 25, если в электронном виде по ТКС. Ну, соответственно, СЗВС-1 за 22 год тоже уже должны быть поданы и этот срок был до 1 марта. Еще одна тонкость необходимости ежегодного подтверждения вида деятельности, который осуществляет страхователь, сохраняется и в 2003 году и дальше. То есть пока об отмене этого отчета сведений никаких не поступало. Документы для этого, предоставленные по данным прошлого периода, нужно сдать ФСС не позднее 15 апреля следующего за ним года. То есть в 2023 году мы должны будем сдать такие подтверждения до 17 апреля. Почему до 17? Потому что 15 выпадает на выходной, ну и соответственно сроки переносятся на следующий рабочий день, то есть на 17 апреля. Значит, в 2023 году для упрощенцев изменили сроки уплаты авансовых платежей, ну и соответственно налога по итогам года. Связано это с переходом организации ИП на новый порядок расчета с бюджетом, то есть единый налоговый платеж. И соответственно даты налоговых платежей у нас фигурируют в декларации и декларацию пришлось изменить. Мы немножко позже поподробнее об этом поговорим. Но авансовые платежи по организации и по предпринимателям должны быть уплачены не позднее 28 числа следующего месяца. То есть это единый срок уплаты налогов по всем налоговым обязательствам. И соответственно у нас получается, что не позднее 28 числа это у нас уплатываются и организации и предприниматели. А при этом декларацию мы должны предоставить не позднее 25 числа. То есть получается, что мы 25 числа передаем в фискальные органы отчеты и соответственно 28 платим. А поскольку действует правило, что в уведомлении об уплате налогов которые вы должны представить в налоговые органы отражаются только те платежи, которые срок уплаты уже подошел, а отчетность не сдана. То есть вы должны в нашем случае сначала сдать отчетность, в этом случае налоговики его проверяют отчет и разносят у себя суммы, которые по расчету причитаются к уплате. И после этого вы заполняете уведомления и соответственно только включаете в него те платежи, которые не требуют дополнительного предоставления отчетности или наоборот еще срок отчетности, например, квартальный, а вы сдаете ежемесячно. Вопрос, который часто поднимается и достаточно полно отражается, наверное, во всех наших информационных ресурсах и одинэсных, и законодательных, типа грант, консультант, астрал и так далее. Этот вопрос уже поднимался, проговаривался. То есть приказ, который утвердил новый бланк, был опубликован на официальном портале только 2 февраля этого года. В тексте этого документа есть указание, что он вступает в силу через два месяца после опубликования. То есть новая форма декларации применяется только с 3 апреля, то есть плюс два месяца. И причем она применяется за периоды, которые начинаются с 23 года. Соответственно, декларацию за 22 год подают на бланке, утвержденным предыдущим приказом ФНС. Обращаю ваше внимание, что вот окончание этого приказа, номера приказа 958. То есть сдаем мы декларацию за 22 год по прежней форме, но здесь опять же есть небольшая тонкость. Мы про нее тоже попозже немного поговорим. И теперь, ну так сказать, вот в нашем слайдике мы уже выделили всеми возможными способами, что за этот год. Если вы организация, то значит, соответственно, вы должны не позднее 27 марта подать декларацию. Если вы предприниматели, то в этом случае не позднее 25 апреля. Это сроки, которые установлены в налоговом кодексе и которые вступили в действие уже с начала этого года. Значит, налог по упрощенке за 22 год вносится уже посредством внесения ЕНП, единого налогового платежа, на единый налоговый счет и уплатить его должны 28 марта. То есть не позднее 27 марта организации должны предоставить отчетность, а не позднее 28 марта заплатить причитающуюся сумму. А предприниматели, соответственно, 25 должны апреля отчитаться и, собственно говоря, заплатить этот причитающийся платеж. Хочу напомнить еще одну тонкость. В принципе, она не слишком новая. Это было в 2021 году и касалось отчетности за 2021 год, но действует и сейчас. То есть были внесены изменения, которые регулируют сдачу годовой бухгалтерской отчетности. Обратите внимание, бухгалтерской. В правила закреплен новый способ, как направить именно, то есть уже процедура отправки, бухгалтерскую отчетность. И также были внесены изменения для маленьких компаний, то есть компаний, которые относятся к МСП. На самом деле ничего революционного в этих изменениях нет. Эти изменения, ну, больше, наверное, носят технический характер, потому что они устраняют несоответствие. То есть эти изменения просто сняли условия, которые были зафиксированы в законе об учете. То есть там было написано, что направление отчетности допускается только через оператора ТКС. Ну, а сейчас и бухгалтерскую, и налоговую отчетность можно сдавать как через оператора, так и напрямую на сайте ФНС. То есть это техническое устранение несоответствий, потому что мы имеем возможность и напрямую на сайте, например, налоговой инспекции, сформировать отчетность и уже ничего отправлять никуда не надо. Поскольку для этого на сайте налоговой инспекции теперь есть дополнительный сервис предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде. В этом случае ФНС формирует государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности ГИРБО. Действует это уже практически два года. И в этом случае для налогоплательщиков отменяется обязанность дублировать отчетность, то есть подавать копии ваших балансов или декларации в органы власти. Если отчетность содержится в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности ГИРБО, то подавать ее в другие контролирующие органы теперь не надо. Они смогут сами посмотреть вашу отчетность, поскольку она выложена в открытом доступе. Здесь хочу сразу сделать оговорку. Поскольку у нас сейчас введено очень много санкций, и санкции как против предприятий, так и против физических лиц, то если ваше предприятие или, например, руководитель попали в санкционные списки, то вы можете подать заявление о том, что просите не публиковать с данной вами отчетность. Для этого есть утвержденная форма. Вы можете ее подать как заявление и через программу, то есть обычным способом, и напрямую в контролирующие органы. И в этом случае отчетность с вами будет сдана, но публиковать ваши данные в ГИРБО не будут. То есть это касается предприятий, которые, во-первых, попали в санкционные списки, во-вторых, каким-то образом пострадали от введенных санкций. То есть это именно в реалии наших нынешних дней. И в итоге что же и когда сдавать и платить в налоговые органы на упрощенке? То есть, как вы помните, по упрощенке мы сдаем один раз в год, когда оканчивается текущий год. Подаем декларацию по упрощенке. В 2023 году сроки новые, как мы уже говорили, но так же, как и прежде, они отличаются и для фирм, и для эпистов. То есть юридические лица декларацию сдают раньше, как мы уже говорили, не позднее 25 марта. В этом году у нас будет декларация за прошлый год до 27 марта. А предприниматели имеют на месяц больше и сдают отчет не 25 апреля. В 2023 году это рабочий день без переносов. Ну, а плата, поскольку у нас сейчас единый налоговый платеж, то если у вас ежеквартальные, например, авансовые платежи, 28 числа у нас теперь, как вы знаете, единый срок уплаты налогов, а 25-й – единый срок подачи отчетности. Я акцентирую внимание именно на сроках, то есть чтобы вы не перепутали и заплатили вовремя, поскольку, в общем-то, вот именно сроки подачи и оплаты у нас-то как раз изменились, так сказать, вживую. Есть еще один момент, который тоже надо учитывать. Письмо Минфина от 10 февраля этого года 10.995 прекратило право применять упрощенку, если у вас заявлены коды АКВЭД, которые связаны с производством ювелирных и других изделий из драгметаллов или торговли такими товарами. Но на самом деле не все так однозначно. То есть если у нас идет такая деятельность, то действует это ограничение не для всей деятельности, а только на производство изделий. То есть, например, нет запрета на применение спецрежимов по торговле ломом и отходами драгметаллов, по производству бижутерий и по ремонту ювелирных изделий. Это разъяснение дает, опять же, Минфин, письмо от такой же даты, как и запрещающее, 10 февраля. Но номер, как вы видите, отличается. Здесь 10,995, а здесь 10,992. То есть, соответственно, вот эти разъяснения, ну, скажем так, немножко подсластили пилюльку. И начиная с 2021 года, то есть у нас применяется обновленный бланк декларации, который утвержден приказом ФНС, то есть налоговыми органами. И применяется этот бланк. Вот у него, видите, номер 958. Я акцентировала ваше внимание немножко раньше именно на этом номере. И касаются они отчетности за 2021 и 2022 годы. И сейчас работодатели поддают в налоговые органы, кроме декларации, еще ежемесячные сведения персонифицированного учета. Сроки, я напоминаю, в этом году у нас новые. Ежеквартальный и сводный отчет по страховым взносам. Уведомления об НДФЛ. Вот об НДФЛ подаются ежемесячно. Уведомления о других уплачиваемых налогах, в том числе, кстати, авансы по УСН. Ну, вот страховые взносы, про которые я только что говорила. И отчет по форме 6 НДФЛ. Значит, если вы подаете квартальный отчет, то здесь сроки такие же 25 числа наступающего после отчетного квартала и годовой до 25 февраля следующего года. Вот здесь, кстати, по срокам и по формам возникает много вопросов. Ну, например, вопросы такого плана. Вот сейчас я вывела на экран уже конкретные сроки, которые у нас действуют для каждого вида отчетности. Значит, по срокам и по формам. То есть, как вы уже слышали, я говорила, что новая форма у нас вводится в действие с 3 апреля. Если вы вдруг подаете сведения, ну, например, уже за этот год, то понятно, что вы их подаете по новой форме. Но если вы отчитываетесь за предыдущий период ИП, то есть ИП имеют право сдавать декларацию в течение месяца всего апреля. То есть, как мы уже поговорили немножко раньше, сроки у епистов на месяц больше, чем у юрлиц. И если вы, например, сдаете декларацию 10-15 апреля, то есть, вы укладываетесь в сроки, но в этот срок вы уже должны подать по новой форме. То есть, не по старой, как все остальные, а по новой. Какие изменения у нас происходили в самих формах отчетности? Ну, конкретно вот декларация по ОСН. Слава богу, их не очень много. И они в основном больше технические. Поскольку изменились сроки уплаты, то, соответственно, в раздел, где расписано внесение авансовых платежей, внесены уже новые даты. И, в общем-то, здесь есть одна очень большая проблема. То есть, если вы выбрали не ту форму, то есть, она у вас подана в срок, но заполнена по недействующей форме, то декларация считается непредоставленной. А изменения, которые у нас были, вот вы видите, они расписаны на экране. То есть, в принципе, они достаточно технические, ничего революционного в них нету. Но, тем не менее, нужно помнить о таком моменте, как изменения, которые были в 2021 году приняты налоговыми органами и которые фиксируют случаи, в которых, если их обнаружат налоговые органы, декларация будет непредоставленная. Что значит непредоставленной? Это значит, что, соответственно, возникает сразу блокировка счетов. Вы попадаете во все черные списки, которые существуют. И потом из этих черных списков достаточно трудоемко выбираться. А на самом деле, кроме подачи по недействующей форме, отчетность будет считаться непредоставленной, если, например, подписана она неуполномоченным лицом. То есть, например, КЭП оформлено там на Иванова, а подписал Сидоров, на которого КЭП не была оформлена. Либо, если не оформлена машиночитаемая доверенность на персонаж, который подписывает декларацию. Следующий пункт, по которому могут признать непредоставленную отчетность, это если ваш руководитель, например, числится в списке дисквалифицированных лиц, и эта дисквалификация не снята на момент подписания им отчетности. Ну, совершенно мошенническая схема – это когда отчетность подписана умершим лицом, который умер до того, как подписал декларацию. Еще один момент, встречающийся очень часто, и по которому тоже было много вопросов и споров, это если в информацию ЕГРЮ попала запись недостоверной сведения о руководителе. То есть на самом деле это не мошенническая схема, и возникает она довольно часто в связи с тем, что, например, человек поменял паспорт по возрасту или, например, вступил в брак, то, соответственно, в системе появились новые данные, а вот в ЕГРЮ данные не подали, поскольку кадровики могли просто быть не в курсе этих событий. Значит, соответственно, получается, что в ЕГРЮ и в правоохранительных органах разные данные о паспорте вашего руководителя. То есть на это надо обращать внимание, и если такая история у вас произошла, то сразу ставите в известности кадровые службы или те, кто занимается регистрацией данных, чтобы вы не попали, опять же, в черные списки. Ну и два самых неприятных момента. Это если у вас нарушены контрольные соотношения, и если у вас обнаружены ошибки в отчетности. Вот в этом случае, опять же, это уже не технические, как бы так можно сказать, основания, а уже конкретные правонарушения. И, соответственно, здесь нужно незамедлительно предпринимать действие и либо устранять ошибку, либо подавать пояснительные записки, которые объясняют, почему у вас возникла такая ситуация, и, соответственно, ликвидировать ошибку или то, что у вас нашли. Здесь обратите внимание, что у налоговых органов весьма сжатые сроки. То есть они обязаны предоставить вам требования об устранении ошибок или, ну, собственно говоря, почему они выставили блокировку на ваш счет. И вы должны ответить в течение пяти или некоторых других случаев десяти дней. То есть здесь включается, так сказать, уже порядок временной. То есть если вы работаете через ТКС, не напрямую с налоговыми органами, то у вас, получается, на один, там, два дня больше времени уходит на то, чтобы получить эту информацию ну и принять меры. Если вы напрямую работаете, то вы видите сразу в момент выпуска такого документа, вы его сразу видите и сразу, соответственно, можете принять меры. Значит, это мы поговорили про случаи, когда у вас декларация считается, может считаться непредоставленной. Но есть еще и другие тонкости. То есть обратите внимание, сейчас я на экран выведу табличку, где написаны отличия. То есть отличия у нас с вами существуют в штрих-кодах и в наименовании отчета. Мы сейчас переключимся на другой слайдик, а потом посмотрим уже это на программе. То есть обратите внимание, вот этот код у нас изменился. И если этот код, то есть вы считаете, что у вас есть форма, а на самом деле вы отчитались не по той форме, которая должна быть, то в этом случае вашу декларацию признают непредоставленной. Ну и, соответственно, вот в этом уголке у нас идет ссылка на документ, который утвердил данную форму. Значит, вот здесь вот надо проверить номер, на который ссылается данная форма отчета. То есть, соответственно, если это новая форма, она должна ссылаться на документ, который мы с вами в самом начале смотрели. Если это по старой форме, то здесь должна быть ссылка на приказ с последними цифрами, на которых я заостряла внимание, 958. А сейчас мы с вами снова вернемся к нашей табличке. То есть, видите, собственно говоря, у нас были штрих-коды по старому 13-14, а здесь у нас 14-0-11. Ну, то есть цифры 14, и дальше уже идут вариации, поскольку на разных страницах это встречается. Но обычно, если у вас обновленная версия, все в порядке, то код, который проставлен на титульном листе, означает, что уже и остальные листы приведены в соответствие с приказами, все должно быть благополучно. Но проверить все-таки лишний раз стоит, подстраховаться, так сказать, потому что последствия всегда неприятные и всегда трудоемко ликвидировать возникшую ситуацию. Еще хочу напомнить, что в отчетных формах даты указаны так, как они звучат налоговым кодексом. В реальности у нас же действует уже достаточно давно правило, что если отчетный день выпадает на выходной или праздничный, то, соответственно, он переносится на следующий рабочий день. Ну, допустим, проиллюстрировать можно, если вы будете платить авансовый учет по УСН за 9 месяцев, то в этом случае перечислить нужно будет не позднее 30 октября, потому что 28 октября это суббота. Ну, связаны это, собственно говоря, все изменения и по срокам подачи, и по срокам уплаты, связаны с введением единого налогового платежа и использованием единого налогового счета. про то, что вступает в силу приказ 1036 только с апреля мы с вами уже поговорили. Ну, и повторюсь, еще правило такое, если вы отчитываетесь за упрощенку за 22-й год или уже за текущий год, например, с января по 3-й апреля, то декларация подается по прежней форме. Если за более поздний период, то уже по новой. Здесь есть небольшая коллизия, то есть приказ о том, что вводится новая форма, не отменил предыдущую форму, а только изменил его. Соответственно, если с 33-го апреля 23-го года вы создаете декларацию УСН, которая подтверждена уже вот этими приказами, то в новой редакции, вот в уголке, про который мы с вами говорили, когда смотрели слайдик, будет указано с изменениями в редакции, с изменениями из приказа, и вот ссылка на этот приказ 10-36. Ну, это просто небольшое напоминание, чтобы вы, если не до конца разобрались со сроками, вот можете посмотреть эту информацию. А теперь мы с вами переключимся в демо-базу, и о том, что сейчас проговорили, посмотрим уже, как это реализовано, так сказать, ручками в самой конфигурации. Значит, переходим мы с вами в демо-базу, и сразу поговорим вот о чем. То есть, вся отчетность, которую мы подаем в любые органы, у нас живет, так сказать, в разрезе регламентированный учет. И здесь нас будет интересовать подраздел 1С отчетность. Сразу хочу сказать, что это название не только раздела, но и дополнительного сервиса. То есть, сервис 1С отчетность позволяет работать напрямую с сайтом налоговых органов, то есть, он из вашей 1С перегружает напрямую на сайт налоговых органов. Этот сервис, то есть, не просто раздел, а сервис доступен, если вы подписчики ИТС проф, то на одно юрлицо вам этот сервис доступен бесплатно. Если у вас подписка ИТС техно, то в этом случае вам потребуется доплатить, но цены достаточно дружественные. В зависимости от того, сколько у вас лицензии вам необходимо, цена будет варьироваться от 3 800 до 4 800. Ну, соответственно, сколько у вас пользователей. То есть, если мы разделим эту цифру на 12 месяцев, то получается вполне дружественная, так сказать, цена. В разделе 1С отчетность нужно обратить еще внимание на одну тонкость. То есть, у нас при переходе в регламентированные отчеты мы попадаем в журнал нашей отчетности. И вот здесь вот вы видите есть сервисы, то есть уведомления, письма, сверки, игру и личные кабинеты. Когда мы с вами переходим в регламентированные отчеты, то у нас открывается вот такой журнал. Я специально вывела еще вот это окошечко. Журнал того, что мы уже поздавали в налоговые органы. Здесь принцип такой же, как и действовал раньше. То есть, если я хочу создать какую-то новую форму отчетов, то я по кнопочке создать, мне открывается перечень того, что я могу создать. На настоящий момент у меня здесь перенесено всего четыре формы. И если я хочу, чтобы мне здесь отражалось, то есть, чтобы мне каждый раз не рыться во всем списке, чтобы у меня вызбранных отражались, я открываю закладочку «Все» и здесь уже ищу нужный мне документ. Хочу просто напомнить о том, что новый отчет ЕФС-1 у нас находится в папочке, то есть, в группе «Отчетность по физлицам». То есть, я выбираю здесь «Отчетность по физлицам» и ищу бывший отчет СЗВТД. И вот здесь хочу обратить ваше внимание, значит, я могу либо просто здесь звездочку поставить, либо нажать «Выбрать». В этом случае все равно у меня отчет попадет в избранные, ну и сейчас начнет формироваться. А ваше внимание я хочу обратить вот на что. То есть, когда вы начали готовить отчетность за 22-й год, понятно, что в этом случае действуют и старые и новые бланки, но в первую очередь вам надо начать с того, что проверить, какой релиз программы у вас стоит. Потому что в старых ну не старых формах, а в прежних релизах новые формы не были включены. И вот это мы можем с вами посмотреть на примере отчетов о трудовой деятельности работников, то есть СССР ВТД, как оно было раньше. Ну выбираем любую организацию, например, пусть будет промресурс. и здесь у нас с вами в принципе здесь все как бы интуитивно понятно, даже если вы раньше не делали эти документы. Вот этот вот флажок, то есть здесь ставится галочка после того, как вам пришло уведомление, что ваша отчетность принята. Эта галочка закрывает возможность редактирования на данный отчет и соответственно вы узнали уже видите, что этот отчет у вас сдан. А когда вы формируете этот отчет, вы можете использовать кнопку заполнить и здесь либо только приемами и увольнениями, либо всеми мероприятиями, то есть в этом случае сюда включаются и кадровые переводы, и там допустим изменения окладов, ну короче уже все кадровые мероприятия. И в этом случае вот здесь вот видите заполняется вся информация, обратите внимание, здесь не ручками она заполняется, здесь она собственно собирается со всей программы, со всех регистров и заполняет сюда те данные, которые вы вносили, когда оформляли сами мероприятия, поэтому нужно очень внимательно относиться к тому, что вы ничего не пропустили, если вы видите, что здесь нет какой-то записи, то нужно вернуться в кадровый раздел, проверить, почему не провелось допустим внесение каких-то данных, или если вы забыли, то соответственно заполнить заново, но это, так сказать, преамбула, а это преамбула связана с тем, что вот у меня тут отчет сформировался, все хорошо и все красиво, я вот даже сейчас нажму приемы увольнения, но у меня, поскольку демобаза, здесь может не быть этих данных, ну да, видите, не сформировала мне строку, но если я после того, как поработала с отчетом хочу сформировать форму EFS1, то вот сейчас у меня мы можем посмотреть релиз, который у нас действует вот по этой пиктограммке, переходим и выбираем вот пиктограмму источника, то есть информация о программе, и вот здесь мы с вами видим информацию о платформе, которая у вас установлена, и информацию о релизе конфигурации, который вы используете, вот, ну, сейчас у меня не совсем уж древний релиз, но все-таки не последний, потому что сейчас идут уже 2, 5, 8, там, 408, и так далее, то есть, соответственно, я уже не смогу оформить отчетность по новым формам, почему, потому что предусмотрено, что при выборе печатной формы я могу, ну, поскольку у меня данных нет, то я сделаю отмену, а то я могу выбрать оформлять СЗВТД, то есть у меня в этом случае, ну, вместо предупреждения будет доступно две формы, СЗВТД и ЕФС-1, поскольку форма, релиз у меня не последней, то здесь у меня этой печатной формы нету, вот почему очень важно в первую очередь проверить, на каком релизе вы будете готовить отчетность, нет, не надо, мы хотели только посмотреть, вот у меня сформирована уже декларация, сейчас я в нее зайду, и на что хочу обратить внимание, то есть, ну, во-первых, форма по КНД, вот она у нас, какая будет звучать, и вот вы видите ссылка на приложение номер один к приказу 958, то есть, это форма, которая у нас действовала в прошлом году, и по которой я имею право составить декларацию и сдать ее вот сейчас, в марте, там, например, когда я буду формировать печатную форму, у меня должен сформироваться штрих-код, на который мы с вами тоже уже обратили внимание и, ну, как бы все сделали. Все остальное здесь заполняется стандартно, больше никаких тонкостей здесь вот нету, и дальше уже в разделах конкретных, как мы с вами говорили, вот, допустим, сумма налога, авансового платежа по налогу, который уплачивается в связи с упрощенкой, и вот здесь дальше вы видите в срок не позднее 25 апреля текущего года, ну, и, соответственно, 25, дальше идет уже по периодам сдачи отчетности. Раздел 1.2, то есть сумма учитываемого в связи с применением упрощенки минимального налога, который подлежит либо уплате, либо уменьшению. Ну, то есть здесь, соответственно, у нас те же самые даты озвучены 25-го, 25-го, которые у нас теперь по новым правилам. То есть практически вся форма осталась прежней, здесь ничего не изменилось, но вот сроки указаны другие. Еще обратите внимание вот на что. То есть в 22-м году в связи с применением, точнее, с выпуском большого количества всяких изменений и по лимитам, и по всему остальному, соответственно, у нас действовал переходный период по упрощенке. Что такое переходный период? То есть переходный период у нас начинался, если вы по каким-то параметрам превысили установленные лимиты, но это значит, что упрощенку вы еще не потеряли. То есть мы немножко позже вернемся к показателям, посмотрим их на слайде, но в самой форме декларации вот здесь обратите внимание, код применения налоговой ставки, что единичка это если вы никакие параметры не превысили, а двоечка будет стоять, если вы превысили, но остались в рамках упрощенки, в этом случае у вас появляется повышенная ставка, то есть вместо 6% на доходах у вас будет 8%, а вместо 15% на доходах минус расходы у вас применяется ставка 20%. По лимиту на стоимость основных средств изменений нету, то есть как были лимиты на основные средства, так они остались, если у вас допущено превышение, то вы уже как бы не можете дальше применять упрощенку. Ну и собственно говоря здесь дальше тоже таких каких-то особых революционных изменений мы не видим, то есть вот он наш а вот раздел 2 про него еще хочется сказать вот какой момент то есть раздел 1 и вот соответственно подразделы 1 и 2 это практически все отчеты которые мы раньше сдавали в пенсионку тоже мы с вами про это уже поговорили а вот раздел 2 это то что мы сдавали в ФСС и сейчас этот раздел еще не до конца как бы завершено его редактирование то есть он еще в стадии разработки в него позже будут включены дополнительные изменения так сейчас мы с вами еще про один момент проговорим то есть у отчетов которые сдаются в 23 году и ФС1 и все другие у них кодировка самого отчета отличается то есть соответственно вам нужно уделить на это внимание если вы например не обновили программу а просто заполнили ее и в ручном режиме там поставили нужные циферки в нужные ячейки то при формировании выгрузки вот такой финтушами не пройдет потому что кодировки отчета будут отличаться и налоговая вам вернет с приветом и комментариями отчетность не предоставлена так теперь мы с вами уходим отсюда то есть мы выйдем из этой декларации вот так и снова вернемся к нашим слайдикам значит это вот слайдик то что я вам показала то есть переходим в раздел составления отчетности из регламентированного учета вот оно наше 1С отчетности вот наши регламентированные отчеты и как получить нужный отчет если его нету в списке избранных это тоже мы с вами уже посмотрели то есть через кнопочку создать мы выбираем из всех отчетов нужный и соответственно переносим его в журнал отчетности EFS отчетность находится у нас в разделе отчетность по физлицам и вот то что я вам показывала как мы можем посмотреть какой релиз и надо ли нам предпринимать действия по обновлению или может у вас уже установлен последний то есть это у нас вот по такой пиктограммке появляется сведение о конфигурации к вопросу про конфигурацию то есть когда вы проверяете вы должны помнить что ну вот слайдик который иллюстрирует изменения которые происходили законодательно по упрощенке то есть если вы видите что что-то в программе у вас отсутствует то в первую очередь проверяйте какой релиз потому что здесь была история обновлений практически ну чуть ли не ежемесячно по нескольку раз и теперь снова вернемся с вами для того чтобы поговорить про переходный период то есть переходный период вот вы видите внизу табличку вот в тексте это уже словами проговорено при каких случаях есть возможность то есть перейти использовать правила переходного периода и не потерять право на упрощенку ну во-первых это по доходам то есть доходы у нас были ограничены вот такой цифрой но переходный период у нас до 219,2 миллиона то есть не 164 а вот если у вас 219,2 то вы уже потеряли право на упрощенку если меньше хотя бы 219,1 то вы имеете право использовать переходный период с повышенной ставкой то есть 8% у вас будет при доходах 20% у вас будет при доходах минус расхода связано это с тем что Минфин презентовал трехлетний план развития налоговой политики ну и собственно говоря цель этого плана чтобы платить налоги стало проще лазей меньше и полномочий налоговиков как можно больше шире изменений в 22 году было больше чем 9 то есть 9 это ну если можно сказать ключевые и в 22 году вот значит вы видите что написано про переходный период и какие показатели то есть если выручка и численность то есть численность имеет ограничение 100 человек если у вас до 130 то вы также можете пользоваться упрощенкой а вот по остаточной стоимости основных средств как было до 150 миллионов так и осталось то есть если остаточная стоимость выше то вы опять же слетаете с упрощенки теперь ну пожалуй самый обсуждаемый отчет это вот все-таки у нас отчет ЕФС-1 давайте переключимся на информацию о нем то есть сама по себе отчетность состоит из титульного листа он заполняется обычными способами без каких-то нововведений дальше раздел 1 и раздел 2 то есть раздел 1 это у нас собственно говоря собраны все отчеты которые были пенсионный фонд и они внесены в подразделы 1 и 2 собственно говоря форма таблиц отчетных практически сохранена как она была в отчетах а просто изменилась ну как бы компоновка и раздел 2 это у нас то что касалось ФСС и несчастного страхования обратите внимание что соответственно несчастное страхование это 2 и 9 которые мы раньше отражали в отчете 4 ФСС а вот несчастное страхование от производственных заболеваний и профессиональных от производственных заболеваний и несчастных случаев на производстве в этом случае этот отчет формируется уже в соответствии с тем какой тариф у вас применяется то есть вариации тарифа от 0 2 до 8 с половиной то есть соответственно достаточно большой разрыв между этими цифрами ну и собственно говоря здесь это ну практически то же самое что и мы сдавали в 4 ФСС и отчет по НС и ПЗ теперь что еще нужно сдавать то есть мы должны сдавать этот отчет ЕФС-1 в социальный фонд России и здесь есть одна интересная тонкость то есть в законодательстве прописано что это обязанность работодателя но в конечной форме не указаны конкретные сотрудники которые должны подавать этот отчет и исходя из этого есть небольшая лазейка что этот отчет можно делегировать нескольким подразделением то есть соответственно когда мы сдаем отчетность по допустим 4 ФСС по другим подразделам по начислению то такую информацию логично чтобы готовили бухгалтера а вот если мы сдаем по кадрам то есть это СЗВТД СЗВСТАЖ то в этом случае можно поручить чтобы это готовили налоговые кадровые специалисты но единственное что это все должно быть закреплено приказами ну то есть соответственными локальными нормативными актами в этом случае не будет никаких противоречий с законодательством и не будет необходимости у сотрудников бегать к своим коллегам и у них выяснять эти данные или из программы получать или если какие-то возникают вопросы то соответственно не стоит никого беспокоить сейчас мы с вами снова вернемся в демо базу и посмотрим еще вот какой момент то есть сейчас достаточно много внимания уделяется воинскому учету то есть декларации по воинскому извините декларация отчетность по воинскому учету обязаны сдавать все организации и внимание кроме индивидуальных предпринимателей поскольку в списке налогоплательщиков индивидуальные предприниматели не поименованы вот здесь требуется сделать дополнительную настройку если вы не вели воинский учет к сожалению многие предприятия в особенности малые предприятия на этот момент скажем так смотрели спустя рукава то есть у нас нет призывников или военно обязанных поэтому мы не ведем воинский учет тем не менее воинский учет вывести обязаны и сейчас этому стало уделяться большое внимание ну и соответственно ужесточились штрафы для того чтобы вы могли применять воинский учет то есть если все вы обнаружили что у вас это не велось и нужно сделать в пожарном порядке то вам необходимо сначала изменить настройки то есть в этом случае мы идем в раздел НСИ и администрирование и нас интересует раздел кадры значит когда мы сюда переключаемся то мы попадаем в настройки функциональных опций и вот если мы спускаемся немножко пониже вот он у нас с вами воинский учет когда мы проставляем вот эту галочку она обозначает что мы должны сдавать один отчет военкомат если мы проставляем вот эту галочку то есть если мы понимаем что у нас есть граждане которые попадут под бронирование то у нас автоматом добавляется еще два отчета ну и соответственно нужно просмотреть дальнейшие галочки дальнейшие разделы стоит нужно они вам интересуют они вас или нет и обратите внимание здесь есть еще один очень интересный сервис это кабинет сотрудника про кабинет сотрудника я собственно говорю потому что у нас похожий кабинет есть в смысле не кабинет а похожее название есть когда мы с вами ходим смотреть регламентированный учет вот у нас здесь есть раздел личные кабинеты так вот это другие личные кабинеты не те которые мы видим в кадрах если мы сейчас в кадре переключимся то у нас здесь есть вот отдельный сервис 1с кабинет сотрудника то есть это кабинет сотрудника для того чтобы он мог посмотреть информацию о начисленной ему зарплате запросить например расчетный листок ну либо какая-то другая информация которая интересует а вот то что мы с вами видим в разделе регламентированного учета вот это личные кабинеты это сведения личные кабинеты которые именно для юридического лица то есть для вашей организации и это практически то о чем мы говорили в самом начале это возможность работать напрямую с сайтом либо налоговых органов либо как вы видите других госструктур то есть Росприроднодзор там портал статистики и так далее значит соответственно мы смотрим можем посмотреть в личном кабинете информацию по электронным листкам нетрудоспособности подтверждение вида деятельности ну и так далее соответственно разные социальные социальные выплаты это очень удобный раздел нужно потратить немного времени только для того чтобы зарегистрировать на сайте ну собственно ваш личный кабинет то есть видите я сейчас перехожу в личный кабинет налогоплательщика и меня сейчас перекинет на сайт налоговых органов то есть вот видите личный кабинет юридического лица здесь достаточно несложно зарегистрировать личный кабинет подключиться есть инструкция как это сделать и в принципе в большинстве случаев здесь не требуется вмешательство сисадмина а достаточно просто здорового желания облегчить себе жизнь так это мы с вами поговорили про личные кабинеты и хочу обратить ваше внимание на портал статистики то есть мы точно так же можем перейти в портал статистики вот мы попадаем на сайт пойдем на сайт Росстата ну и как вы видите здесь можно еще и другие сервисы активировать но нас интересует в этом случае мы отсюда сейчас вернемся обратно в нашу демку в этом случае нас интересует вот что было достаточно много внесено в разных релизах новых форм статистики то есть вам нужно зайти на сайт статистики и по вашему ИННО проверить не попали ли вы в выборку по которой вы должны предоставлять дополнительный отчет в Росстат в основном новые формы связаны с мобилизационными предприятиями и соответственно в этом случае там будет интересовать и кадровый учет и воинский учет то есть воинский учет мы с вами сейчас поближе посмотрим а про статистику хочу сказать вот что про то что статистика имеет право применения штрафных санкций информация муссируется как бы уже давно но практически это приходило такой формат что звонит статистика и девочка говорит вы не сдали то-то сета и срочно присрочно хоть по телефону хоть сфотографируйте хоть как-нибудь пришлите вот эту отчетность и сейчас с прошлого года то есть 22 года статистика начала применять свои полномочия уже так сказать вживую то есть штрафные санкции за непредоставление или предоставление с нарушением срока штрафуются на сумму до 70 тысяч рублей если такое правонарушение повторилось то в этом случае штраф вырастает до 150 тысяч согласитесь гораздо проще зайти на сайт и посмотреть попали вы в какие-нибудь выборки что вы должны ваше предприятие реально сдавать ну и сэкономить себе 70 тысяч как минимум так мы сейчас с вами отсюда уходим так и возвращаемся к воинскому учету то есть вот мы проставили вот эти вот флажки и в этом случае у нас с вами в разделе кадры сейчас мы вернемся кадры появился подраздел воинский учет то есть напомню что когда к вам приходят сотрудники устраиваться вы должны заполнить сведения по воинскому учету ну либо сообщение об изменениях карточки то есть на каждого сотрудника должна быть карточка по воинскому учету она сдается то есть есть фиксированный срок когда вы должны предоставить отчетность отчетность сдается раз в год но любые изменения которые связаны с кадрами прием увольнения еще какие-то мероприятия точно так же как с СЗВТД должны отражаться и подаваться в военкомат единственный плюс в этом что если СЗВТД или это новый отчет ЕФС-1 вы должны подавать на следующий день после кадрового мероприятия то в военкомат вы должны отчитываться по после кадрового мероприятия в течение двух недель и вы должны проводить сверку информации в ваших карточках с информацией которая имеется в военкомате здесь еще есть одна тонкость то есть в принципе установленных форм отчетности унифицированных нету есть как бы одна есть одна одна форма утвержденная но может быть в вашем регионе для военкоматов утверждена законодательными органами то есть органами местного самоуправления может быть изменена какая-то форма то есть перед тем как сдавать стоит связаться с военкоматом уточнить есть ли у них какие-то уникальные формы для подачи отчета или можно использовать общепринятые так мы отсюда сейчас уходим возвращаемся снова к нашим слайдам и вот о чем хотелось поговорить то есть по штрафным санкциям потому что когда много внесено изменений естественно будут изменены штрафные санкции то есть ответственных страхователей за непредоставление отчетов по перс учету у нас осталась такая же как и была то есть это 500 рублей за каждое застрахованное лицо обратите внимание вот на такой пункт поскольку ФС-1 у нас задается в электронном формате то за несоблюдение порядка дачи в виде электронных документов теперь предусмотрен штраф 1000 рублей если в разделе 2 то есть это отчетность которая по социальному страхованию сроки остались такие же как и были и здесь у нас непредоставление сведений в срок ведет привлечения штрафных санкций в размере 5% от начисленной за последние 3 месяца суммы то есть в принципе если у вас много людей то сумма может быть достаточно серьезная и ограничена она не более 30% но если у вас не крупное предприятие и например сумма которая начислена там 300-400 рублей тем не менее она не может быть менее 1000 рублей то есть при начислении там 200-300 рублей вы должны будете заплатить штраф 1000 рублей то есть в принципе обидный так сказать нюанс изменились изменился порядок работы со штрафами то есть если вы получили от налоговых или каких-то других фискальных органов уведомления о штрафе то вы можете внести уточнение в течение 5 рабочих дней после того как внесены после того как сделали допустим исправление и так далее и в этом случае если вы успели в сроке которые в требовании озвучены исправить например ошибки то вы платите только 50% как уже давно практикует ГИБДД сейчас я переключусь на табличку которая иллюстрирует вот эту ситуацию вот она то есть видите это именно персочетности касается 500 рублей как было так и осталось срок уплата штрафов вот здесь у нас изменилось то есть было 10 календарных дней сейчас стало 20 календарных дней и вот оно самое приятное раньше не предусматривалось снижение штрафных санкций сейчас если вы уложили срок 20 дней то есть до истечения этого срока внесли исправление или там ну собственно предприняли какие-то действия то в этом случае вы платите на 50% меньше то есть ровно половина и еще один момент вот обратите внимание освобождайтесь от ответственности если вы подали сведения об уточнении или об устранении нарушений в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления ну либо если естественно вы самостоятельно без не дожидаясь так сказать действий со стороны фискальных органов сами нашли ошибку то в этом случае вы можете подать уточненку и тоже избежать ответственности это основание по которым налоговая инспекция может признать вашу отчетность непредоставленной мы пройти основания проговорили в самом начале нашей встречи ну так сказать для того чтобы вы зрительно то же самое ну посмотрели на этом к сожалению наше время подошло к концу я хочу вернуться к нашему титульному листу еще раз и собственно напомнить наши контактные данные напомнить что вела сегодняшнюю встречу я консультант аналитика Динес Галина Гардышева мои контактные данные вы тоже здесь видите и пригласить вас посетить наш сайт и пригласить к дальнейшему сотрудничеству мы будем рады оказать вам любую помощь и разработка и продажа и внедрение то есть любой спектр задач которые касаются программного обеспечения 1С будем рады дальнейшему сотрудничеству дальнейшему так сказать взаимному интересу благодарим вас за время которое вы нам уделили за интерес к нашим мероприятиям на этом компания Кодерлайн прощается с вами всего доброго до новых встреч КОНЕЦ